сегодня 28 число июля мы в гатчине возле приоратского дворца есть желание туда сходить и нет одновременно вчера была необыкновенная жара и вот этот ветер порывистый шквальный это ее последствия не не добродня он видно как ветер пыль подымает тут она просто смерчи небольшие фихри проскакивают буря может быть сегодня как здесь красиво деревья уже начинает желтеть надо дождаться когда солнышко появится и снять это при достойном освещении еще планов у меня сегодня никаких просто решил двигаться сторону финского залива но к финскому заливу лень ехать тем более что я уже на пути встретил один дождик мне еще до него пилить и пилить и в в принципе покатуха у меня пойдет под 200 километров а мне хотелось больше ста не катать тем более что может может встретиться на пути буря ливень неизвестно что но посмотрим ну вот таки я заставил себя пойти на экскурсию нечего думаю глянется иди володя слушай билетик купил красивенький вот мы уже во внутреннем дворе а солнышко над нами смеется только-только выглянула я включил камеру и через три секунды она уже спряталась шутите точка большая придется снимать при вот таком освещении какое есть насколько быстро бегут как а до вчера был зной неимоверный еще ясный был день я так умеренно покатался нашел вот эту золотую середину съездил в северске искупался в городе же чистых водах у эритежа как у подножия дуба ветер вдувает песок пойду я на экскурсию а там может быть туча это большая пробежит мне объяснили как пользоваться мобильным гидом используя свой собственный смартфон сейчас мы скачаем приложение и послушаем экскурсию вот это пожалуй главный зал вот здесь идет под номером вторым это история мальтийского ордена или как он вы чем называется ордена рыцаря святого Иоанна Иерусалимского это та книга которая очень увлекала Павла Павла Первый год любимое его чтение юношеское книга Аббата Вертуране история гостеприимных лицарей святого Иоанна Иерусалимского называемых потом родовскими а ныне мальтийскими рыцарями с иллюстрациями и картами конечно очень интересная история рыцарь орден зародился во время крестовых походов собственно это было объединение обычных монастырей с рыцарством занимались они уходом за больными от сюда название остров от сюда название орден неоспитальера первое пребывание было их длительное на острове Родос несколько сот лет там прожили по-моему 200 и оттуда их выбил Сулейман Великолепный а ультра Родос предоставил император Карл Пятый по-моему видимо это император сейчас священной Римской империи предоставил рыцарям за символическую плату один сокол в год один сокол в год нет я путаю эту мальту предоставил за эту плату после того как Сулейман Великолепный выбил их из Родоса а вот как достался Родоса и я не упомню Мальта собственно это архипелад сколько здесь островов только пытались выбить их из Мальты в 16 веке но без успеха кстати командор ордена этого времени Лавалетто способствовал тому что рыцари застояли в Мальту на этот раз и в честь него названа была столица вот вид города Лавалетто основанного в 1566 году конечно мощная крепость а вот и сам магистр Шан Паризо де Лавалетто 1495-1568 Великий магистр Мальтийского ордена основатель столицы Республики Мальта вообще конечно Павел Боллокургоматический раз он был такие книги это была книга попытка более-менее объективно представить историю Мальтийского ордена пользовался популярностью в те времена это был 18 век значит аббат Ренверто издание Париж 1726 год ну и дальше уже в 18 веке крутой поворот в истории во Франции революция аристократы многие изгоняются из страны к адресуского соимущества или мальтического ордена лишается финансовой поддержки со стороны французской аристократии видимо она тогда была значима первый удар и потом и потом и потом в 1798 году по пути в Египет Наполеон просто конфисковывают Мальту у Мальтийских рыцарей видимо по вине слабохарактерности магистра тогдашнего они подчиняются требованиям Наполеона сдают город кстати этот магистр был осужден потом самим орденом но орден остался как бы безотечества какое-то время странство пока наконец не вмешался Павел Первый и не представил ордену в качестве временного убежища Россию в частности Санкт-Петербург вот это было одно из зданий видимо выполняло официальные какие-то функции орденские было построено оно архитектором Горького уже в самом конце 18 века по глины кстати по землебитной технологии стены здесь землебитные как он умудрился это сделать все непонятно но сделал вот утрамбовая земля удивительная долговечность крепость плотность продолжаем надо же какие технологии были тогда да и таким образом орден оказался здесь в Питере а почему ведь такое участие покровительство Павла он избрал его своим командором отсюда этот бесконечно повторяющийся восьмигранный мальтийский крест на плащах на официальных портретах Павла I на орденах той эпохи и прочее присаживайтесь присаживайтесь и еще что интересно святых реликвиях ордена вот это наверное главная святая реликвия это прижизненный портрет считается дел Марии Благородицы сделан при ее жизни апостола в руку а это тесница Иоанна Крестителя правая рука или часть в саркофаге вот эти батрельки на время переехали в Россию и Павел I вложил много средств в украшение оклада иконы и соответственно саркофага для мощей вот как попал в обладение мальтийских рыцарей Остапфородос мне надо переслушать вот один из самых от такой величественного сооружения главный госпиталь на мальче шедевры были созданы вообще мальтийские рыцари много ученых мальтий создали кроме госпиталей школы навигации и еще что там как модно ныне выражаться способствовали прогрессу нечто такое актуальное визит великого магистра суверенного мальтийского ордена фрамматию фестенберг природский дворец 1 октября 2015 а вот это сокол символизирует плату символизирует скрине плата благодарность мальтийцев за здорование острова императором Карлом пятом еще один такой символ послушаем немного гида он лучше меня расскажет рыцарский мальтийский орден начал зарождаться в конце 11 века во времена крестовых походов в святую землю рыцари-крестоносцы мирно влились в монашеское братство госпиталя святого Иоанна находившегося в Иерусалиме вступая в орден они давали клятву служить рабами и слугами своим господам и повелителям каковыми являются все слабые и больные постепенно госпитальное братство было преобразовано в духовно-рыцарский орден основной его задачей были уход и лечение больных и раненых в крестовых походах а также защита христиан-паломников во многих городах Палестины рыцари-монахи создали страноприимные дома или госпитали поэтому члены этого ордена известны еще как госпитальеры а поскольку день поминовения Иоанна предсечи отмечался ими как один из самых торжественных праздников то в историю рыцари вошли и как иоанниты отличительным знаком членов ордена стал белый восьмиконечный крест возглавлял орден великий магистр или имел 79 великих магистров избиравшихся пожизненно задачи структура ордена с тех времен неоднократно менялись однако главные помощь больным и бедствующим или например главенство магистра сохранились рыцарем крестоносцам не суждено было удержать святую землю за христианским миром набирающий силу ислам в итоге вынудил госпитальеров покинуть Иерусалим сначала рыцари нашли убежище на острове Кипр но будучи зависимыми от местного правителя они решают создать собственное государство выбор пал на остров Родос которым орден овладел в 1309 году и следующие 200 с лишним лет госпитальеров называли еще Родосскими рыцарями вот так такая вот история конечно романтическая как может такие вещи не понравятся романтической душе тем более молодой пылкой понятно рения Павла желание принять участие в делах этого ордена масса интересного в этом зале вот Воронцовский Творец ставший в конце 18 века главной резиденцией рыцарей мельтейского ордена а потом превращенный в Пажинский корпус а потом в Суворовское училище у нас такова судьба этого дворца кстати мальтийский крест вошел как один из символов пажинскую форму кстати что Павла подтолкнуло к участию в европейской войне с Наполеоном так это оккупация Наполеона Мальты именно он это был толчок послуживший отправлением Суворова на театр боевых действий где он возглавил объединенные войска русско-австрийские это знаменитый Суворовский поход это из той компании против Наполеона и что забавно что как союзник Англии в борьбе с Наполеоном Павел Первый быстро разобравшись в ситуации и поняв так сказать всю утилитарность европейской политики вот в том смысле что никто с Наполеоном толком-то не собирается бороться из принципа вот защиты монархии как института и борьбы с республикой как с институтом вот просто пытаются приобрести себе какие-то бенефицины в том числе его союзники австрийцы и тогда Павел Первый вдруг резко развернул государственный курс и решил пойти на союз с Францией с Наполеоном и вот это английская карикатура того времени в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге или смотрим в правой руке у Павла листок написано оках Одес в Одес один порядок в левой руке у Павла написано контр контр порядок протоположный порядок и на короне написано this bound беспорядок то есть тут вполне пахнет изображен таким немножко чоку который сам не знаю что делать порядок контр порядок беспорядок кругом однопутницы сущности признать что убийстве по первого такие замешан такие замешан это чудо вот потому что союз павла с республиканской франции будущем с императорской грозил конечно огромными последствиями для британии вот это документы передачи овладения вот этого замка рыцаря мальтийского ордена 1799 год кажется вот это интересная чашка сделана императорском фарфоровом заводе вот тут виды острова мальта дело в том что когда павел стал коммодором ордена он приказал на картах российской империи изображать остров мальта как российского губерния поэтому это было актуально одной из российских губернии остров мальта заслуживает внимание герб гатчины вот он такой вот видно в каких он цветах решен это не да это гатчина вот герб павловск глава орел на желтом фоне с мальтийским крестом но здесь тоже мальтийский такие познавательные истории а это вот аллегория на раздел польши здесь император фридрих русский австрийский екатерина и еще князь понятовский король польский но фактически он способствовал разделу польши первому и что интересно как связано с мальтийский орден мальтийский орден благодаря первому разделу польши создал на волыни свое приорадство из которого получал доход и когда из страны откуда он мог извлекать доход выпала франция ввиду великой французской революции оказалось что единственное место откуда стабильно поступали финансы это был лоренский приорад приорад боже как все комично в этом мире но каритатура на павла конечно злая злющая преслющая